Здравствуйте, уважаемые садоводы! Суперфосфат это популярное удобрение у многих дачников и огородников. Его роль сложно переоценить. Особую роль в жизни растений он играет осенью. Не стоит волноваться, это не химия. Этому удобрению уже почти 200 лет и получают его из костей животных. Недостаток фосфора в почве сразу сказывается на внешнем виде урожайности овощей. Стебли и листья приобретают голубовато-зеленый, багровый или фиолетовый оттенок. Корневая система из-за своей недоразвитости не справляется со своими функциями. Растения отстают в росте, листья скручиваются, деформируются и опадают. Также растения более подвержены грибковым заболеваниям, плоды мелкие, осыпаются, полностью не возревают, а иные растения могут вообще погибнуть, уходя в зиму. И действительно, суперфосфат осенью незаменим. В качестве основного удобрения вносят весной или осенью при перекопке почвы по 3 столовые ложки на 1 квадратный метр. Опытные садоводы рекомендуют вносить именно осенью, так как работать оно начинает в полную силу, только спустя как минимум 6 месяцев. С осени суперфосфатом заправляют грядки под томаты, перец и огурцы будущего года. Также добавляют в лунку при осенней посадке смородины, крыжовника, яблони, клубники. Подкармливают все виды растений, уходящих в зиму, в том числе и цветы. Суперфосфатом сложно перекормить, так как корни возьмут нужное им количество. Но это не означает, что нужно засыпать им все культуры снизу доверху. Нужно учесть, что суперфосфат нежелательно вносить в почву одновременно с мочевиной и известью доломитовой мукой и аммиачной селитрой. После применения этих удобрений подкармливать растения суперфосфаты можно не ранее, чем через неделю. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok